Это кадры с наркопритона на улице Ельнинской. В начале февраля оперативники отдела наркоконтроля задержали там 6 человек. В стенах дома компания изготовляла и употребляла наркотическое вещество дезаморфин. А это уже притон на улице Ленина. Там полицейские задержали четверых. Тоже совершали наркопреступления. Как говорят в МВД, работа по выявлению таких вот злачных квартир ведется постоянно. В том году 24 таких квартиры притона были закрыты, люди арестованы. В этом году пока 3, но у нас очень много уделяется внимания сейчас этой проблемой. За организацию наркопритона предусмотрена ответственность по 232 статье Уголовного кодекса до 4 лет решения свободы. Если же притон групповой, то есть не один человек его организовал, там уже до 6 лет решения свободы. Нередко в работе полицейским помогают наблюдательные граждане. Сотрудники УМВД поясняют, понять, что в доме именно наркопритон можно по нескольким признакам. Имеющие неопрятный внешний вид, находящиеся в состоянии опьянения, но от которых не исходит запах алкоголя. То есть это прямой признак того, что человек находится в состоянии именно наркотического опьянения. Алкогольные квартиры обычно шумят, а эти пахнут. По словам полицейских, обитатели наркопритонов стараются вести себя тихо, но их сдает именно запах. Ядовитое варево источает аромат, который слышит весь подъезд. Для его изготовления используются таблетки, в основном седал, бензин, ацетон, сера из спичек. Варится он в домашних условиях и потом уже дозы распределяются по шприцам, вкалываются внутривенно. Приготовленный из такой вот смеси наркотик оказывает уничтожающее воздействие на организм. Имеет большой разрушающий эффект для организма. Человек, употребляющий данный наркотик, начинает, буквально говоря, гонить изнутри. Продолжительность жизни в среднем составляет 3-4 года. На данный момент уже есть и с 18 лет до 23 лет. Контингент употребляющих дезаморфин очень сильно помолодел. Сейчас в области проходит специальная антинаркотическая акция. Ее название «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане могут позвонить по указанным телефонам или написать на сайт о известных им фактах наркопреступлений. Также непосредственно в наркологических диспансерах могут получить консультацию о лечении страшной зависимости. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости.